Я поступил на службу в авиацию ВМС в 1937 году в Йокосуке. Прошёл лётную подготовку и к началу 40-го года стал пилотом пикирующего бомбардировщика. В конце того же года, после прохождения дополнительной подготовки на авиабазах Уса и Амура, меня направили в зону боевых действий в район Шанхая. В то время я был ещё совсем зелёным, и меня посадили на старый биплан-пикировщик Аити. Моей задачей было наблюдение за передвижениями противника перед готовящимся наступлением наших сухопутных войск. А в 1941 году я получил приказ вернуться в Японию. Я тогда решил, что это будет что-то вроде отдыха. Однако по прибытии меня сразу направили на авианосец Акаги. В апреле я уже приступил к службе. В составе авиагруппы Акаги я участвовал в тренировках по бомбометанию с пикирования в Йокосуке и Кагасиме. Там тогда тренировались авиагруппы сразу нескольких авианосцев. В середине ноября мы получили приказ вернуться на свои корабли. Сразу же после того, как все самолёты оказались на борту, наши авианосцы начали покидать порт. Когда залив Саики скрылся из виду, нам впервые сообщили, что предстоит операция в районе Гавайев. Вскоре Акаги прибыл в бухту Хитакапо на острове Этарофу, и мы присоединились к остальным пяти авианосцам – Кирисиме, нашему эскортному линкору и другим кораблям. Покинув бухту Хитакапо, мы направились на восток и проплыли в водах, недоступных для вражеских самолётов-разведчиков, базировавшихся на Мидуэй и Гавайи. По пути мы получили радиограмму из штаба Объединённого флота подняться на гору Ниитака. Вообще это означало, что американо-японские переговоры сорвались, но для нас это означало атаковать Пёрл-Харбор. Наконец мы почувствовали, что пришло время сделать решительный шаг. 8 декабря 1941 года побудку нам сыграли в полночь. Мы провели подобающие церемонии перед корабельным святилищем Акаги, экипажи Каги и других авианосцев сделали то же самое у себя. Самолёты выстроили на палубе Акаги, и начался взлёт. Мой самолёт входил в одну из эскадрильей второй волны, поэтому мы начали готовиться к вылету только после взлёта первой. Конечно, атака была бы более эффективной, если бы первая и вторая волна шли вместе. Однако из-за характеристик наших авианосцев было невозможно за один раз поднять все семь десятков самолётов, имевшихся на каждом из них. Поэтому было решено работать двумя волнами. В момент взлёта погода была не самая спокойная. Бортовая и килевая качка были довольно сильными. Взлетать в таких условиях — не самая простая задача. Наши машины были заправлены под завязку. Пикировщики несли по 250-килограммовой бомбе, а ударные самолёты — по 800-килограммовой торпеде или бомбовую нагрузку того же веса. Поэтому в тот момент, когда самолёты покидали взлётную палубу, некоторые из них ныряли к воде и исчезали из виду, пока не набирали высоту. Однако, несмотря на погоду, все самолёты благополучно покинули авианосцы, и ни один не рухнул в океан при взлёте. Оказавшись в воздухе, мы выстроились в формацию из V-образных групп, где впереди шли истребители, за ними ударные самолёты и затем палубные бомбардировщики. В таком строю каждая группа летела на 20-30 метров выше, чем та, что перед ней. Это чтобы не попадать в зону турбулентности от их винтов. В своём самолёте, летящем в самом хвосте строя, я ощущал себя как будто сидящим в верхнем ряду огромного амфитеатра. Примерно через час после взлёта мой стрелок-радист в своём заднем кокпите принял условный сигнал «Атака всеми самолётами». Это была команда возглавлявшего первую волну капитана второго ранга Митсуо Футида. Стало ясно, что операция началась успешно. Полёт до Гавайев занял около двух часов. Пора было уже показаться острову Оахо, но под нами были тучи, и это заставило меня немного поволноваться. Но вот в облаках появился просвет, и я наконец увидел остров. Я не знаю, как передать словами чувства, что я испытывал в тот момент. Я чувствовал, что удача сегодня с нами. Первой и главной целью пикировщиков считались авианосцы противника. Однако в тот день американских авианосцев там не было. Поэтому вместо них пришлось бомбить линкоры. 250-килограммовые бомбы, которые несли наши самолёты, хоть и считались противокорабельными, но они не могли причинить серьёзного ущерба линкорам, разве что повредить их надстройке. Пробить 30-сантиметровую бронепалубу они никак не могли. Поэтому нам сказали попытаться попасть в дымовые трубы. Это очень трудная задача, я бы даже сказал, что невыполнимая. Благодаря нашей разведке мы знали, какие корабли находятся в гавани, какие ушли, ну и прочие их передвижения примерно до 1 декабря. Вся эта информация ежедневно собиралась и передавалась кадровым офицерам флота, работавшим в нашем генеральном консульстве на Гавайях. Он просто каждый день обедал на втором этаже ресторана с видом на гавань и, попивая саке, наблюдал за передвижением кораблей. Что приходит, что уходит, что где находится и так далее. Из многолетних наблюдений мы знали, что в это время года в Перл-Харборе собирается максимальное количество кораблей. Поэтому и была выбрана такая дата нападения. Там как раз собралось значительное количество линкоров и крейсеров. Однако двух ожидаемых авианосцев в гавани не было. Позже мы узнали, что из-за политической напряженности они ушли из Перл-Харбора, чтобы доставить самолеты на атоллы Уэйк и Мидуэй. Когда мы долетели до Ааху, эффект от действий первой волны был виден невооруженным взглядом. Горели корабли в гавани и самолеты на аэродромах. Отовсюду поднимались столбы дыма. А еще вражеские зенитные орудия и пулеметы сразу же открыли по нам огонь. Может, для кого-то это был внезапный удар, но лично для меня это больше походило на лобовую атаку. Однако наши цели и маршруты подхода к ним были назначены еще перед вылетом. Я начал пикировать на свою цель, третий линкор во внутреннем ряду. Они там стояли в два ряда. Те, что находились на внешнем от берега, предназначались для торпедоносцев. Поскольку торпеды не могли добраться до кораблей во внутреннем ряду, это была задача бомбардировщиков. Как я уже упоминал, когда я пикировал к своей цели, мой бомбовый прицел заполнился красными трассерами вражеского пулеметного огня, направленного прямо на мой самолет. Это было похоже на взрыв фейерверка. Прицелившись через этот фейерверк, я сбросил бомбу с положенных 400 метров и начал выход из пикирования. Моя бомба попала в корабль, и мне засчитали прямое попадание. Но я так и не знаю, что это был за линкор, в который я попал. В конце концов, это был мой первый боевой сброс, так что тогда я полностью сосредоточился на том, чтобы хорошо выполнить свою работу, и не забивал голову маловажными деталями. Кстати, об одном эпизоде, что потом стал известной шуткой. Мой стрелок-радист Юу Кавайи из города Касама, префектура Ибараки, как и положено, сначала отсчитывал мне высоту и затем скомандовал Т, сброс. Я уже выводил самолет из пикирования, а Кавайи продолжал кричать мне в ухо «Те! Те! Те!» Я его потом спросил, «Чего он орал-то?» Кавайи объяснил, что от перегрузки при выходе из пике скрепление сорвало пулеметный магазин, и тот больно ударил его по ноге. В тот момент он подумал, что в нас серьезно попали, и потому решил героически встретить смерть кличем «Тенохэйкабанзай». Но его заклинило на первом слоге слово «Император», который он и повторял «Те! Те! Те!» Собственно говоря, я был в таком же возбужденном состоянии, как и мой товарищ в заднем кокпите. Это был наш первый по-настоящему боевой вылет, и поэтому мы оба, конечно, очень нервничали. Позднее Кавайи погиб в воздушном бою над Соломоновыми островами. Хорошо притершийся друг к другу пилот и стрелок-радист работают как один человек и являются идеальным экипажем бикировщика. Но спустя несколько месяцев Кавайи пришлось вылететь с другим пилотом, и их сбили. Над Перл-Харбором мы оба с одной стороны очень нервничали, но с другой вели себя достаточно хладнокровно. Отработав по линкору, мы повернули к острову Форд и, согласно заданию, проштурмовали тамошний аэродром. После чего отправились в точку сбора над морем южнее Гонолулу. Там мы и кружили, ожидая остальных. Нас преследовал и атаковал вражеский истребитель Пи-40. На Оаху было несколько аэродромов Хиккинфилд, Уиллерфилд и прочее, где было много истребителей. Но по ним отработали самолёты нашей первой волны, так что с них уже никто не мог взлететь. Бомбардировщики Сакаги, Кага, Сарю и Хирю были превосходно подготовлены. Поэтому в ходе атаки первой волны им были доверены самые сложные, точечные цели корабли в гавани. Считалось, что авиагруппы новых Сёкаку и Цуйкаку подготовлены хуже, чем их коллеги с четырёх старых авианосцев. Поэтому им назначили более простые, площадные цели в виде аэродромов. Но оказалось, что один небольшой аэродром неподалёку от Уиллерфилд остался нетронутым. И когда прибыла вторая волна, десяток неповреждённых Пи-40 с него уже были в воздухе и попытались нас перехватить. Пилот Хадзиме Готто из эскадрильи пикировщиков Сакаги, участвовавший вместе с нами в атаке, вступил в воздушную дуэль с одним из этих Пи-40. Они сбили друг друга, и два самолёта упали в воду недалеко от Гонолулу. Поскольку мы были свидетелями данного боя, оба были записаны в безвозвратные потери. Около двух лет назад обломки машины Готто были подняты со дна океана. Писательница Дзюн Хэнми пишет в своей книге, что эти фрагменты были идентифицированы как принадлежащие самолёту Готто. «Мы продолжали нарезать круги в точке сбора, когда командир нашего Сётая, звена, порадовал меня известием, что из моего крыльевого бака течёт топливо. Во время пикирования я слышал какой-то стук, наверное, это и были пули, попавшие в мой самолёт, но тогда я не обратил на это внимания. Судя по пробоинам, это был пулемёт, если бы это были 13 мм, то на этом всё, скорее всего, и закончилось бы. В общем, в баке были три дырки, из которых довольно бодро холестал бензин, и с этим надо было что-то делать. Сначала я подумал об аварийной посадке в заранее назначенном месте, однако затем было принято решение лететь на авианосец прямо сейчас, не дожидаясь, пока соберутся и построятся остальные. Полностью заправленный пикирующий бомбардировщик мог находиться в воздухе до 8 часов. В нашем случае полёт до Гавайев занял немногим более двух часов, ещё где-то полчаса над самим островом. Так что в обычной ситуации топливо у нас оставалось бы на целых пять часов, более чем достаточно, чтобы вернуться на авианосец и при этом иметь ещё резерв на пару часов. Однако три попадания в крыльевой бак сильно меняли этот расклад. Первое, что я сделал, это переключил подачу топлива на повреждённый бак. Та часть бензина, что успеет забрать оттуда двигатель, хотя бы не вытечет без всякой пользы. Да и понижение уровня топлива должно несколько уменьшить скорость вытекания. Это оказалось достаточно эффективной экстренной мерой. Даже в нормальных условиях найти свой авианосец в море не самая простая задача. Например, ты возвращаешься на корабль через четыре часа после взлёта, а он за это время может спокойно отмахать более сотни километров от того места, где ты с него взлетел. Само собой, запросить пеллинг по радио мы не могли по соображениям безопасности. Короче говоря, возвращение домой в большей или меньшей степени зависело от правильных догадок и постоянного учёта скорости и времени. Перед взлётом нас проинструктировали, каким курсом пойдут затем авианосцы. На полётной схеме мы это не записывали, чтобы в случае попадания её в руки противника он не смог вычислить местонахождение наших кораблей. Так что нам нужно было провести навигационные расчёты и определить местоположение наших авианосцев через шесть часов после вылета и, исходя из этого, наметить наш курс. При этом нужно было обязательно учитывать ветровой снос. Если вычислять курс без учёта скорости и направления ветра на высоте полёта, то можно было очень сильно промахнуться. Грубую оценку силы и направления ветра можно было сделать даже просто взглянув на поверхность океана. Это примерно как при полётах над землёй прикидывать ветер под дымом из какой-нибудь трубы. Для упрощения навигации обычно задействовали эсминцы, выдвинутые в качестве ориентиров на несколько километров от авианосцев. В нашем случае примерно в 50 километрах от соединения на поверхности находилась подводная лодка с растянутым на ней белым полотнищем, напоминавшим парус. Это позволяло уточнить курс на соединение. И каково же было наше облегчение, когда мы наконец увидели эту подлодку? Нам ведь было всего по 19 лет, мы находились в воздухе более пяти часов и всё-таки смогли самостоятельно вернуться, не сбившись с пути. До сих пор удивляюсь, как нам вообще это удалось. Как я уже упоминал, из рейда на Берл-Харбор не вернулись 29 наших самолётов, включая 4 пикировщика с Акаги. Машина старшины Готто была однозначно потеряна в воздушном бою с вражеским истребителем, когда оба самолёта сбили друг друга. А вот насчёт остальных трёх такой ясности не было, они просто пропали без вести. Возможно, кто-то из них, в отличие от нас, просто не смог найти соединение. По возвращении на Акаги мы совершили аварийную посадку. На авианосец вообще непросто садиться, особенно, когда в воздухе много самолётов, и они должны садиться без задержек. На авианосцах было по три самолёта-подъёмника, опускающих самолёты в ангары. Но при массовой посадке следующий самолёт садился ещё до того, как предыдущие успевали опустить в ангары. Для того, чтобы садящаяся машина не врезалась, всевшие до неё, палубу перегораживали аварийные барьеры. В этот барьер и врезалось крыло моего самолёта. В результате хвостовая часть фюзеляжа сложилась под прямым углом прямо в том месте, где нарисован Хинамару. Мы с Кавайей не получили ни царапины, а вот самолёт годился только под списание. Должно быть, фюзеляж в этом месте был ослаблен попаданиями вражеских пуль. Тем не менее, нашу машину доставили в эвакуме в том виде, в котором она была. В общем, пикировщики оказались достаточно расходным материалом. Из всех потерь в Перл-Харборе только из нашей волны было потеряно в общей сложности 14 пикировщиков. Глава 3. Канбаку. Так мы называли наши пикирующие бомбардировщики авианосного базирования. И я летал на нескольких типах, включая АИТИ тип 99 и Йокосука. Бомбометание с пикирования не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Поэтому во время нашего обучения считалось, что 30% попаданий в цель это нормально. Однако в период между началом войны и сражением при Мидуэе этот показатель у нас достиг 80%. То есть уровень мастерства наших экипажей пикировщиков был тогда на пике. Попробую объяснить, в чём заключалась сложность этой техники. Предположим, мы обнаружили цель во время полёта на высоте 4000 метров. Было установлено, что оптимальные условия для попадания 250-килограммовой бомбой достигаются при сбросе с высоты 400 метров на скорости 450 км в час под углом 60 градусов к горизонту. Поэтому мы стремились как можно точнее выполнить эти условия. Но решить, где начать пикирование, чтобы получить этот угол 60 градусов, не так-то просто. Из кокпита самолёта я мог видеть цель только сбоку. Обзор вперёд закрывал капот машины. Сначала я должен был сориентировать самолёт так, чтобы можно было войти в пикирование с левого виража. На наших пикировщиках левый вираж было выполнить проще, чем правый, потому что пропеллер вращался вправо. Так что мы всегда входили в пикирование, заваливая самолёт влево. Чтобы выйти на угол 60 градусов, я использовал визуальный ориентир, помогавший определить момент начала пикирования. Это было просто расположение цели по отношению капота двигателя и крыло. Когда я видел, что цель приближается к передней кромке крыла, я начинал пикирование и выходил на угол в 45 градусов. Затем по мере снижения я увеличивал угол, сохраняя цель в поле зрения телескопического бомбового прицела. Однако тут многое зависело ещё и от направления и силы ветра. При сильном попутном ветре начинать пикирование нужно было немного раньше, а при слабом ветре я, наоборот, пролетал немного дальше. Нас научили этому, тренируя в различных условиях. К цели мы летели в строю, ведомые командиром авиагруппы. Над целью формация менялась. По команде «Занять позицию для атаки» каждый самолёт отделялся и пикировал в соответствии с расчётом и инстинктом своего пилота. В прицеле имелась сетка из горизонтальных и вертикальных линий и прицельная метка в виде кружка в центре. Использование прицела зависело от направления и скорости ветра. Если они были учтены неправильно, то попадания, особенно по движущейся цели, ожидать не приходилось. В общем, выбор точки прицеливания зависел как от угла пикирования, так и от направления и скорости ветра. За ветром следил стрелок-радист в заднем кокпите. На основании его данных пилот должен был скорректировать прицел, учитывая, что бомбу после сброса будет ещё и сносить ветром. Но этого было достаточно лишь для неподвижных целей. Если целью был движущийся корабль, необходимо было учитывать ещё и его курс со скоростью. Если он двигался со скоростью, скажем, 30 узлов, то нужно было сместить точку прицеливания на некоторое расстояние перед кораблём. В этом случае бомба должна была быть сброшена в течение определённого промежутка времени, во время пикирования. А противник при этом обычно обстреливал нас из зениток и зенитных автоматов, заполняя бомбовый прицел сплошным красным фейерверком. И вот в таких условиях требовалось учесть все поправки, причём всё это нужно было сделать в течение двух-трёх секунд. Мало было умения пилота летать и умения стрелка-радиста правильно определять ветер, требовался ещё и большой опыт совместной работы. Без такой подготовки и практики рассчитывать на попадание не приходилось. Пикировщики тип 99 были рассчитаны на сброс бомб на скорости 450 км в час. Такая скорость обеспечивала наивысшую степень точности. Но с началом пикирования скорость увеличивается и нужно развернуть воздушные тормоза, чтобы её ограничить. Позже, во время войны, мы иногда пикировали и на пяти сотнях километров в час. При выходе из пикирования на такой скорости плоскости бомбардировщика могли начинать деформироваться. Когда это происходило, на поверхности крыла появлялись характерные морщины, похожие на гофр. Первый признак того, что крыло находится в одном шаге от того, чтобы развалиться в воздухе. Однако, когда меня преследовали вражеские истребители, я активно маневрировал и на скорости больше 500 км в час, даже не задумываясь об опасности развалить самолёт. Когда высота доходила до 400 метров, мы сбрасывали бомбу и начинали выход. Во время пикирования, как я уже говорил, стрелок-радист сообщал мне высоту по альтиметру. Но обычно показания альтиметра отставали от фактической высоты, плюс задержка голосового сообщения, в общем, когда из заднего кокпита говорят 400, а потом сброс, самолёт на самом деле снижался до 350 или даже до 300 сотен метров. Здесь опять же пилот должен был руководствоваться собственными оценками. Если цель всё ещё находилась в поле зрения, пилот продолжал следить за ней. Так проще понимать высоту. Если нет, то приходилось просто смотреть на воду и тянуть ручку на себя. Это почти полностью зависит даже не от глазомера, а от ощущений и инстинктов. Как только ты оказываешься в нижней точке, то под действием перегрузки кровь отливает от головы и зрение отключается. Затем наступает потеря сознания и в глазах появляются искры. Те самые искры из глаз полетели. Если вам когда-нибудь прилетало по голове, то вам должен быть знаком этот эффект, разве что в случае перегрузки этих искр появляется во много раз больше. Однако это происходит лишь на мгновение. А в следующее мгновение я уже осознавал, что все еще тяну ручку управления на себя. Нас учили поднимать нос самолета до определенного угла. Учить-то учили, но на самом деле ты не можешь знать, на какой точно угол задран нос в этот момент. Так что ты то ли по привычке, то ли подсознательно двигаешь ручку, чтобы корректировать тангаж, пока самолет постепенно не становится под углом около 30 градусов и начинает набор высоты. Ну а потом окончательно приходишь в себя. В общем, сначала видишь сотни звезд, потом только 4 или 5, а потом они пропадают. Во время обучения я видел, как два самолета упали таким образом в море. В заливе Кагасима есть место под названием Тарумидзо. Там у берега есть скала, что во время прилива превращается в остров. Перед тем, как отправиться на Гавайи, мы днем и ночью тренировались, используя ее как цель. Правда, до начала войны настоящие 250-килограммовые бомбы мы сбрасывали всего три раза. Мы заходили прямо со стороны Сакурадзимы и пикировали на этот островок. И вот однажды один из наших самолетов слишком поздно начал выход из пикирования и коснулся колесами воды. Это произошло лишь на долю секунды. Мы увидели большой всплеск, полетели брызги. В этот момент я подумал, что шасси у него гарантированно оторвало. Затем бомбардировщик взлетел вверх, поднимаясь в направлении Ибусуки. Но самолет поднимался под слишком большим углом, он заглох и свалился вниз. Я уверен, что когда он впервые ударился о воду, пилот был без сознания. Обычно высоту набирают под углом 30-40 градусов, а он взял гораздо круче. Судя по всему, он продолжал изо всех сил тянуть ручку на себя. Хотя идеальным углом пикирования считались 60 градусов, мы иногда пикировали и под большим углом. У боевых самолетов в те дни не было мягкой спинки сиденья. Не было подушки, на которую можно было бы опереться только голый дюралюминевый лист. Поэтому парашют на спине выполнял роль этой самой подушки для спины. При углепикировании в 70 градусов парашют начинал давить на спину и ты начинал чувствовать его вес. Парашют крепился двумя ремнями к подвеске, надетой на тебя, и его можно было открыть вручную. А еще один уже длинный вытяжной шнур крепился к сиденью. Так что когда ты выбрасывался из самолета, то парашют открывался автоматически. Но когда мы летели на Гавайи, а затем и в других боевых вылетах парашютов мы с собой не брали. Если тебя сбивали, ты просто умирал. Ты должен был умереть. Таковы были правила того времени. Конечно, не было никакого формального приказа, запрещающего носить парашюты. Но офицеры уровня лейтенантов на Акаге, которые были командирами дивизионов, просто сказали нам не брать парашюты. Если тебя сбили, значит, ты погибал вместе с самолетом. Все очень просто. Это было своего рода правило, которому лётчики добровольно подчинялись. Однако по мере того, как война становилась всё интенсивнее, командование стало настоятельно рекомендовать и заниматься бессмысленным самоуничтожением, и нам сказали надевать парашюты. Позже, когда мы знали, что наши наземные войска находятся поблизости от цели, например, на острове Лейте, или когда мы летали на поддержку наших наземных войск, мы брали с собой парашюты. Пилоты истребителей Зеро, прикрывавшие нашу базу, также носили парашюты. Над такими местами не было опасений, что тебя захватят в плен. Когда мы отправлялись в боевой вылет, мы обычно брали с собой карты. Это называлось картой, но на самом деле это была навигационная схема. Перед вылетом мы вносили на неё всякие инструкции, такие как время вылета, место атаки и пункт возвращения. Но перед вылетом в Перл-Харбор мы решили этого не делать. Саму схему с расположением целей нужно было взять с собой, но без каких-либо навигационных записей на ней. Если бы нас сбили и наши карты были найдены, любые записи на них могли бы выдать местоположение наших кораблей. Ещё у нас были кодовые книги в красной обложке и с надписью «Совершенно секретно». В случае, если тебя собьют, полагалось выкинуть её в море, а для того, чтобы книга сразу утонула, в обложку был вклеен свинцовый лист. Существовало много видов кодовых книг, но те, что находились на самолётах, по важности были, наверное, уровня на три ниже, чем те, что использовались командованием. Даже если бы был бы незначительным. Я помню, что во время рейда на Перл-Харбор был истребитель, пилотируемый лейтенантом Иида, который погиб, пикируя на аэродром. Его Зеро, должно быть, получил повреждение, и он подал сигнал «Мало топлива, вернуться не смогу, все возвращайтесь», и затем протаранил ангар на аэродроме. Не так давно на Гавайях проходила встреча американских и японских ветеранов, и меня отвезли на то самое место, где разбился и погиб Иида. Оно находится на краю нынешнего аэропорта и отмечено небольшим каменным мемориалом. Мне рассказали, что первая табличка была установлена не после войны, а ещё в декабре 41-го года, сразу после нападения на Перл-Харбор. Японского флага у них не было, поэтому гроб с останками лётчика накрыли звездно-полосатым флагом и под звуки горна опустили в могилу. Есть японцам в то время такое в голову бы даже не пришло. Был ещё один человек, он совершил аварийную посадку на одном из островов Гавайского архипелага. На Гавайях есть острова Оаху, Мауи и Кауаи. При посещении Кауаи можно увидеть небольшой остров вдали. Там среди коренных жителей острова жил Нисей, то есть японский мигрант во втором поколении. Этот островок был нам указан в качестве точки аварийной посадки на случай, если самолёт не сможет дотянуть до авианосца. Этот Нисей мог бы спрятать экипаж до тех пор, пока его не подберёт одна из наших подводных лодок, специально размещенных неподалёку. Поэтому истребитель Схирю, пилотируемый Ниси Каити, и совершил аварийную посадку на этом островке. Конечно, Нисей пришёл помочь ему, но Ниси Каити не хотел покидать свой разбившийся самолёт. Скорее всего, он ждал, когда за ним придёт подводная лодка. Кодовая книга или что-то ещё важное было оставлено на месте крушения, и Ниси Каити с Нисеем позвали туземцев помочь найти её. Это вызвало у туземцев подозрения, и они окружили обоих. Это противостояние продолжалось некоторое время, пока наконец Ниси Каити не застрелился. И говорят, что Нисей также последовал его примеру. Насколько я понял, было сказано, что на этом месте также должен быть установлен памятник. После первого удара по Перл-Харбору некоторые офицеры и лётчики, конечно же, предложили нанести ещё один. Однако командующий соединением вице-адмирал Нагума решил завершить операцию. Ещё одна атака грозила серьёзными потерями, так что мы испытали большое облегчение. Мой самолёт был повреждён при посадке и летать не мог, а запасного для меня не было. Самолётов на Акаге хватало только на определённое количество экипажей, а запасных не было. Это показывает, что японская сторона бросила на Перл-Харбор всё, что имелось. На обратном пути с Гавайев я был занят сбором вещей членов экипажей тех четырёх пикировщиков Сакаге, что не вернулись из Перл-Харбора. Говорят, обсуждался вопрос об ударе ещё и по Атоллу Мидуэй, но командование отвергло эту идею. Они не хотели больше терять драгоценные экипажи, да и рисковать немногочисленными авианосцами тоже. Атака на Мидуэй не состоялась, но наши палубные самолёты приняли участие в захвате Атолла Уэйк. Уэйком занимался 4-й флот под командованием вице-адмирала Сигейоси и Ноуэ. Его соединение, состоявшее в основном из эсминцев, направилось к Уэйку после бомбардировки средними бомбардировщиками. Однако остававшиеся у противника четыре истребителя доставляли много проблем японским ударным самолётам, летевшим без истребительного прикрытия. Гавайское мобильное соединение вице-адмирала Нагума выделило им сарю и хирю и при их помощи десант на Уэйке смог добиться успеха. Акаги вернулся в Хиросиму 21 декабря. А уже 5 января 1942 года мы снова вышли из порта, чтобы атаковать Рабаул, Дарвин, Цейлон и Яво. Там в марте мы как-то обнаружили одинокое американское вспомогательное судно. Сначала крейсеры и линкоры нашего эскорта попытались поразить его огнем своих орудий, но это им не удалось. И в воздух была поднята половина эскадрильи пикировщиков Акаги, 9 машин. Мы пикировали с 5000 метров, но нам мешала облачность. К тому же судно грамотно маневрировало и уклонялось от бомб. Юношеская бесшабашность чуть не сыграла со мной там злую шутку. Во время пикирования я обнаружил, что крайне неудачно захожу на цель, поэтому прервал атаку, набрал высоту и пошел на второй заход. Вторая попытка тоже не удалась. В общем, с третьего раза я все же сбросил бомбу и, наконец, попал. Я уже выводил машину из пикирования и тут лобовое стекло фонаря разлетелось вдребезги, другие пули попали еще и в двигатель, из него начало хлестать масло. Вдобавок кусок стекла прилетел мне в лоб и кровь залила один глаз. Я был уверен, что вот мне и пришел конец. С разбитым лобовым стеклом даже дышать было трудно из-за набегающего воздушного потока, так что на авианосец я возвращался, пряча голову за приборной панелью. В живых я остался только потому, что Акаги был недалеко. Я оказался единственным раненым в этой атаке и по возвращении на авианосец мне устроили грандиозную нахлобучку. Мне красочно объяснили, что не надо больше делать по три захода. Просто бросаешь бомбу, промахнулся, значит промахнулся, бывает. А вскоре Япония потеряла четыре авианосца в битве при Мидуэе. Я тогда еще служил на Акаге и участвовал в этом сражении. После возвращения с бомбежки атолла мы были заняты подвеской бомб для второго удара. И как раз в это время пришло сообщение, что обнаружена оперативная группа противника. Поэтому пришлось быстро менять фугасные бомбы для наземных целей на противокорабельные. Это заняло некоторое время, но вскоре подготовка была завершена. Пришло время выстроить на палубе ударные самолеты, которые должны были взлетать первыми. Как раз в тот момент, когда взлетали два зеро, вражеские бомбы начали падать на нашу палубу. В это время я уже находился в своем готовом к взлету самолете и видел, как бомбы одна за другой падают на меня. Бомбы и боеприпасы наших машин детонировали от взрывов, загорелись заправленные под завязку бензобаки. Корабль все еще двигался на полном ходу, но горел от носа до кормы. Вскоре поступил приказ оставить корабль, и мы покинули авианосец. Остальные три, Кага, Сарю и Хирю постигла та же участь. Командиры всех авианосцев пошли ко дну вместе со своими кораблями, кроме командира Акаги, капитана первого ранга Тайдзиро Аоки. То, что командир должен идти на дно вместе со своим кораблем, считалось неписанным правилом. Но на самом деле таких правил, писанных или иных, не существовало. Тем не менее, большинство командиров предпочитали разделить судьбу своего гибнущего корабля. Капитан первого ранга Аоки уже привязал себя на мостике, решив также пойти ко дну вместе со своим авианосцем. Но в экипаже решили, что это будет неправильно. На борт были посланы несколько сильных и владеющих дзюдо матросов, и они буквально вынесли его с обреченного Акаги. В общем, наш командир был силой унесен с дунущего корабля, выжил и вернулся на родину. А там его немедленно отправили в резерв.